Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГИБДД ведет статистику сезонных ДТП и просит водителей чаще отдыхать. Рыбная дойка. В Увадском центре аквакультуры впервые взяли икру у самок осетра. Когда из нее появятся мальки, их выпустят в реки, на берегах которых уже забыли, как выглядит осетр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые данные всероссийской переписи населения опубликованы в российской газете. Согласно данным Росстат, в нашей Большой области проживает свыше 3 миллионов 750 тысяч человек. За последние 10 лет прирост составил почти 11%. Больше половины населения – женщины, а самая многочисленная возрастная группа – 25-45 лет. В Большой области проживают представители свыше 150 национальностей. В основном население представлено русскими. На них приходится 84%. 8% – доля татар, они на втором месте. Чуть больше 1% – это украинцы. В национальном составе на четвертом месте – казахи. Мир знает немало примеров, когда могильные памятники используются повторно. Например, в итальянской Вероне часть исторических зданий стоит на фундаментах, которые состоят из плит, взятых с древнеримских погостов. Как показывает наша, российская практика, над гробным памятником можно найти повторное применение. Сотрудники Сургутского кладбища жалуются. Здесь развернули свою деятельность аферисты. В этом году уже 7 человек стали жертвами нелегальных дельцов, которые предлагают свои услуги посетителям. Какие уловки используют мошенники и почему пострадавшие боятся обращаться в полицию, узнал корреспондент телекомпании «Сургутинформ-ТВ» Данил Прилуцкий. Сургутянка Ирина приходит на могилку к брату практически каждый день. Рассказать новости, подумать о своём. Но в последние несколько лет побыть в тишине на Чернореченском кладбище не получается. Всё время подходят неизвестные и предлагают услуги по обустройству места захоронения. Я хочу сама покрасить, я хочу сама цветочки посадить. Нет, давайте мы. А мы, говорят, прям так и говорят. А мы что, говорят, будем делать? Люди в спецодежде появляются внезапно из ниоткуда, откровенно пугая посетителей кладбища. Передвигаются очень тихо, в одиночку или парами, по-русски почти не говорят. При виде руководства кладбища и охраны мгновенно исчезают, чтобы потом вновь возникнуть пред лицом потенциальных клиентов. Вот оградка, это вам метр. Сколько метров здесь? Примерно три метра? Не знаю. Это у вас обойдётся, знаете, где-то максимум. Максимум будет это... Или 17 тысяч будет. На самом деле это стоит где-то 25-30 тысяч. Но мы сделаем для вас по росту, не по росту слишком большой, а аккуратно, маленькую и красивую. Неизвестные предлагают посетителям кладбища уборку мусора с могилки, изготовление памятника, установку ограждения, бордюрных плит. Обещают, что будет дешевле, чем у официальных организаций. А на деле... Договорился, оплатил, но по факту ничего нет. И там же возле отца тоже есть пару могил. Женщина, я с ней встречался бы случайно. И она рассказывала, тоже договаривалась, так же, как я. Ну и, получается, просто её кинули. Откуда нелегалы берут памятники, ограждения и бордюры, остаётся только догадываться. Это же новая. Это всё с компьютером. Всё стерится. И то, что вы, допустим, фото дадите, да, мы на этом же камне будем фото вот... Сделать фото, как новое. Она тоже вот без разницы. Просто вам дешевле об этом. Если 40 тысяч, вы покупаете за 20 тысяч такую камню. Отказы воспринимаются крайне агрессивно. Увещевательная лексика моментально меняется, едва ли не на мат. Ну, это дикие люди, я считаю. На неизвестных в спецодежде жалуются руководству кладбища. Только в этом году уже семь обращений. Они заходят на территорию кладбища под видом простых посетителей. Кладбище – это общественное место, где мы не можем запретить пребывание граждан. Обезопасить посетителей могло бы введение пропускного режима. Но только какой в этом смысл? Территория сургутского кладбища не огорожена. А гастарбайтеры не ходят через КПП. Идут напрямик со стороны леса и дач. Ну, а пока тем, кто пришёл на могилу к своим близким, хорошо бы следовать доброму совету классика. Никогда не разговаривайте с неизвестными. От себя добавим и не ходите на погост в одиночку. Принудительное выселение. Такую процедуру провели в одном из общежитий в городе Губкинском. Здание было признано аварийным. После решения суда, бывший собственник жилого помещения отказался добровольно покинуть расселённый дом. Семья подлежит принудительному выселению в связи с тем, что в добровольном порядке они однократно отказывались освободить. Да, жильё. Поэтому приходится принимать, исполнить законы, принимать подобные меры. Имеется на сегодня вступившее в законную силу решение суда об изъятии жилого помещения, причём предоставление выкупной стоимости. Денежные средства выплачены семье. Это абсолютно точно. Ещё в марте текущего года. После чего право собственности зарегистрировано уже за муниципальным образованием городской округа Губкинский. В процедуре выселения приняли участие судебные приставы, сотрудники администрации, представители правоохранительных органов и органов опеки. Они обеспечивают соблюдение прав всех участников процесса. В присутствии бывшего собственника жилого помещения было описано имущество. Поскольку люди добровольно не освободили жилое помещение и не вывезли все принадлежащие вещи, какие-то ценные в том числе, конечно, все по описи будут изъяты и размещены в пункт временного хранения до тех пор, пока они свои вещи не заберут. Правильный дом с неправильной репутацией. Похоже, ещё один недобросовестный застройщик появился на Тюменском рынке. Компания не выполняет срок договора по строительству жилья из бруса. Есть уже несколько пострадавших. Деньги за работу с них взяли, а дома им так и не построили. История в деталях в материале корреспондента Тюменской службы новостей Анастасии Ализаревич. 15 марта у нас должен был быть уже готов полностью собрана коробка дома, фундамент, стены, кровля. Договор на руках есть, а дома до сих пор нет. Татьяна Сизёва давно мечтала о жилье за городом. Ещё в сентябре 2021-го нашла застройщика и оплатила 70% от стоимости работ. Это почти 800 тысяч рублей. Оплатила в первый же день подписания договора. Правильный дом оказался неправильным. Вместе с договором составили график работ, но обещания компания не выполнила. Сроки уже вышли. А готов только фундамент и даже не все стены. Материал завезён не полностью, рабочих нет, стройка заморожена. Обещают, да, до сих пор обещают. До сих пор что-то говорят и говорят, что построят, закончат. Просто вот у них там миллион причин возникает каждый день. Потому что и вчера я ждала брус, и сегодня я его жду. Офис компании оказался закрытым. В объявлении на дверях указано, фирма переехала. Однако и по этому адресу организации не оказалось. Здравствуйте, это стиль видения беспокоит вас. А вы скажите, вы почему людей обманываете? Обещаете им построить дома и не строите? Деньги берёте и не строите? У нас сейчас уже бригада туда подъезжает, будут делать. Сейчас остаток труса, пускай не приедет. Эти слова Татьяна Сизёва слышала уже не раз. А скажите, пожалуйста, материал-то привезут сегодня? Материал точно сегодня будет. Я на самом деле не верю, потому что это у нас повторяется каждый день. На связи с застройщиком она ежедневно писала и претензии. Безусловно, нарушение закона у нас по закону говорится, что услуги должны быть оказываны в срок предусмотренного договора. У потребителей есть право на либо возврат денежных средств, либо на установление нового срока. За полтора месяца в управление Роспотребнадзора с жалобой на правильный дом обратились уже пятеро тюменцев. Если число пострадавших, мы видим, что возможно больше 20, то мы в принципе готовы обратиться с групповым миском. Среди пострадавших и Андрей Сарамотин. Он доверил застройщику строительство новой бани в Коняшино. Но пока вместо парильни одни обещания. Работы остановились ещё осенью на стадии отсыпки под фундамент. Кормят, как обычно, завтраками, прячутся, ведут себя очень, так сказать, неадекватно по отношению к своим заказчикам. Андрей Сарамотин и Татьяна Сизёва решили бороться за свои права. Тюменцы готовят заявление в суд. А компания «Правильный дом» продолжает принимать заказы на доставку бруса и строительство домов. Анастасия Лизаревич, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей. Власти сразу нескольких городов и посёлков Ямала требуют убрать незаконно установленные гаражи и вагончики. Территорию от хаотичных построек активно расчищают в Ноябрьске и Губкинском. Однако люди не торопятся убирать годами нажитое имущество. Подробнее в сюжете корреспондента телекомпании «Ямала» Анны Селезнёвой. Когда была семья, конечно, закрывали что-то в банке, соленье, варенье и всё остальное. Дети разъехались, а банки остались. Разбирая старый гараж, Татьяна Кулешова достаёт всё, что нажито не по сильным трудам. Вот теперь тоже всё на мусорку. Теперь всё никому не надо. Всё нужное складывали сюда ещё родители Татьяны. Гараж они поставили здесь, в далёких 90-х. С тех пор ветхая постройка так и стоит без разрешения. О том, что гараж нужно срочно убрать, Татьяна знает и уже смирилась с потерей. Сама вызвала бригаду рабочих и за пару дней от ценного имущества осталась только груда мусора. А что тянуть? Я работаю. На кого-то надеяться, что потом всё сравняют. Как говорится, там что-то осталось им нужное забрала. Внимание на эту территорию администрация Ноябрьска обратила 4 года назад. В процессе работы выявили больше ста незаконно установленных построек. Начали искать хозяев. Документов на владение собственностью ни у кого не оказалось. Очень огромное количество жалоб со стороны граждан, которые хотят, чтобы на данной территории была достаточно приветливая территория, благоустроенная, а не тот вид, который она на сегодняшний день представляет. Старый велосипед, ржавые бочки, чего только нет на этом участке. А в беседке есть даже свежая еда и недопитые алкогольные напитки. Хочу, чтобы уже закончились вот эти пьянки и гулянки, потому что как начинается тёплая погода, спать вообще невозможно. Убрать имущество категорически не согласен Владимир Дьяков. Он пенсионер. Уже больше 10 лет выращивает на этой земле ягоды и овощи. Мы знаем, что незаконно, но земля пустует. Мы занимаемся. Это наш труд, наша работа. А теперь ничего не будем делать. Всё. За самовольное занятие участка человеку может грозить административное наказание. Об этом сказано в земельном кодексе Российской Федерации. Убрать все постройки и огороды ноября не должны до 1 августа. Что будет здесь потом, жители решат голосование. С похожей ситуацией столкнулись и власти Губкинского. В конце прошлого года посёлок Пурпе стал одним из микрорайонов Губкинского. Теперь правила благоустройства города распространяются и на эту территорию. Поэтому незаконным постройкам здесь места нет. Листовки с информацией на вагончики сотрудники администрации клеят уже не первую неделю. Однако ВОЗ и ныне там. Виктор Андреевских смотрит на эти гаражи с 2007 года. Говорит, хозяева их объявляются редко. Гаражам возле дома места нет. Они должны находиться в какой-то определенной зоне, где разрешается держать гаражи. Здесь какую-то спортивную площадку мы построили. 261 незаконно установленное строение располагается на территории микрорайона Пурпе. Демонтировать их собственники должны уже сейчас, иначе администрация сама примется за дело. Объекты будут вывозиться на специально отведенную площадку там же. После того, как мы установим, что объект без хозяйный, будет заключен муниципальный контракт на вывоз, на принудительную эвакуацию, перемещение таких объектов. Если хозяин имущества все же объявится, то он сможет забрать свой гараж с площадки или же оставить его там под присмотром за деньги. Анна Селезнева, Ярослав Кудринок, Александр Гончаров. Время Ямала, Ноябрьск, Губкинский. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Ямал сел на автомобили и массово двинул на юг, в отпуск. ГИБДД ведет статистику сезонных ДТП и просит водителей чаще отдыхать. Рыбная дойка. В Уладском центре аквакультуры впервые взяли икру у самок осетра. Когда из нее появятся мальки, их выпустят в реки, на берегах которых уже забыли, как выглядит осетр. Настал сезон отпусков, и северяне потянулись на юг. Путешествовать на авто, безусловно, удобно, интересно, но подчас и небезопасно. Примеров, когда отпускники попадают в ДТП и проводят отдых на больничной койке, много. Поэтому на Ямале началась профилактическая операция «Трасса». Ее цель – напомнить водителям о важности соблюдения режима отдыха и труда и скоростного режима. В операции с сотрудниками ГИБДД побывала корреспондент телекомпании «Муравленко-24» Татьяна Бойко. На автодороге «Сургут-Салехард» теперь оживленно, как никогда. Ямальцы едут в отпуск. А чтобы дорога была безопасной, автоинспекторы интересуются о самочувствии, напоминают северянам о внимательности за рулем и соблюдении ПДД. Как себя чувствует самочувствие? Мы бы хотели вам даже пройти поверху вашего здоровья. Вместе с полицейскими сегодня на трассе дежурят и врачи скорой помощи. Водителям, которые в пути уже не один час, предлагают измерить давление и пульс. Если показатели в норме – отлично. Если нет – медики дают рекомендации. Большинство автолюбителей чувствуют себя хорошо. Сегодня легче ехать, наверное, да? Глаза не устают, в том что не светят. Такое пристальное внимание к участникам дорожного движения не случайно. Многие стараются добраться к месту отдыха как можно быстрее, невзирая на переутомление. А как известно, усталость за рулем так же опасна, как и алкоголь. У водителя ухудшается восприятие, внимательность, нарушается координация движения, теряется чувство скорости и снижается острота зрения. К примеру, после 8 часов за рулем водитель увидит дорожный знак не за 100, а за 80 метров. Все эти факторы нередко приводят к ДТП. Вообще рекомендуется от 5 до 6 часов находиться в пути, дальше хотя бы час, ну или хотя бы 40 минут водитель должен отдохнуть. Не нужно пытаться обмануть свой организм. То есть если водитель чувствует себя плохо, то есть он понимает, что сейчас он уснет, лучше нужно найти безопасное место для остановки, отдохнуть, не пытаться использовать какие-то горячительные напитки, ну как бы кофе, скажем так, энергетически. Потому что в любом случае на какой-то промежуток времени они дадут возможность водителю еще ехать, но в последующем, через может быть час-два, они начнут дальше как бы засыпать. Куда только не направляются ямальцы в Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Москву, Казань, Севастополь. Семья Бодридиновых едет из Таркасоли в Свердловскую область. Оба супруга имеют водительское удостоверение, меняются местами по мере утомления. Признаются, всегда придерживаются золотого правила «устал, отдохни». Остановились и поспали. Не рискуем ни собой, ни чьими-то другими жизнями. Такого же мнения придерживаются и большинство водителей. Чаще останавливаться, выходить на улицу, использовать очки солнцезащитные, потому что глаза очень начинают болеть. Не торопиться, не спеша отдыхать. Надо выспаться перед маршрутом. Напоминать водителям о том, как важно соблюдать режим труда и отдыха, будут памятки и символичные бумажные стаканчики с пакетиком чая. Татьяна Борько, Антон Иванов, Новости Муравленко. На развитие российской дорожной инфраструктуры будет дополнительно выделено 120 миллиардов рублей. В том числе и на улучшение дорожного покрытия внутри муниципалитетов. Ремонтные работы с наступлением погожих деньков идут по всей Большой области, в том числе и в Пытьяхе. Здесь планируют отремонтировать более 4000 квадратных метров. Подробности в репортаже корреспондента телекомпании «Пытьях. Информ» Светланы Лисовской. Это улица Советская. Здесь уже кипит работа. Задача подрядной организации – максимально быстро привести в порядок этот участок дороги и перейти далее. Можно сказать, план ямочного ремонта формировали сами жители. Обращения, поступившие через систему ЦУР, инцидент менеджмент, учитывали специалистами. За один раз замес делается порядка тонны асфальта горячего, который можно делать. А за смену порядка 6-7-8 тонн делаем асфальтом. Это где-то, если перевести на квадратные метры, 60-70 квадратов в день. В этом году в Пытьяхе проведут ямочный ремонт общей площадью 4100 квадратных метров. Будут сочетать технологии холодного и горячего асфальта. Ну, ямочные ремонты вообще происходят. Подъехали к ямке, вырезали фрезой ее, отсушили, если сырая. Залили битумом, дали остудить его. Потом оложим асфальт и асфальт-вуклеить плачеком закатываем. Помимо ямочного ремонта автодорог, работы пройдут и в некоторых дворах. Светлана Лисовская, Алексей Рудич, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьяхинформ». А это событие происходит раз в один-два года. Рыбоводы его ждут, к нему готовятся. Речь идет о получении икры особо ценных пород рыб. В данном случае – сетра. В Увадском центре аквакультуры впервые прошла эта процедура. Предварительно 13 самок прошли полное обследование, в том числе и с помощью аппарата УЗИ. Подошли сроки – пошла икра. За процессом наблюдала корреспондент телеканала Тюменской службы новостей Инна Михайловская. Самка о сетрах – рыба вольная. А тут против желания. На носилки и в роддом. Но время настало. В Увадском центре аквакультуры впервые получают икру этих ценных рыб. Процесс называется дойкой. Проводят его очень аккуратно. Во время процедуры ни одна самка не пострадала и берегут, как зеницу ока. При этом рыбы дают разное количество уровень. Там идет зависимость от массы тела. То есть от 10 до 15 процентов от массы тела мы получаем. Ну, количество икры. От килограмма до двух где-то так. Маточное поголовье в Увадском центре не местное привозное. В ноябре взрослых особей именно обской популяции приобрели в Перми. Возраст от 10 до 12 лет. Все это время находились в холодной воде, температура которой 4-5 градусов. Зимовка, как в природе. Биологические часы сработали, прошел нерест. Сейчас девочки отдельно, мальчики отдельно. Без самцов даже в неволе оплодотворенную икру не получить. А в этом бассейне живут самцы. Им тоже 10-12 лет. Казалось, так близко. Можно дотронуться рукой, но этого делать категорически нельзя. Потому что моя температура тела 36,6, а его 14 градусов. И если соприкосновение получится, то рыба получит термический ожог. Поэтому аккуратненько, не трогаем. Просто смотрим и любуемся. Собранная икра из родильного отделения переводится в детское. Здесь в колбах также созданы комфортные условия, чтобы через несколько дней проклюнулись личинки. А через 2-3 месяца они наберут аж 3 грамма и станут молодью. Именно в такой навеске их используют в компенсационных мероприятиях. Это возмещение ущерба, который был нанесен природе различными предприятиями. С 2017 года Увадский центр отработал технологии получения посадочного материала. Сначала была пеледь и только потом занялись столь дорогим осетром. Есть определенные требования и приоритетные виды рыб, которые более ценные и более рыночно выгодные. Первый, самый дорогой, это осетр, так как он в Красной книге. Следующий идет на льма. Потом дальше муксон, чир и пеледь. Она там занимает какую-то пятую или шестую позицию. Планы на этот год вырастить более 52 миллионов молоди сеговых для компенсационных мероприятий. А еще 20 миллионов личинок речной пеледи уже предоставлено предприятиям для выращивания товарной рыбы. Инна Михайловская, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей. Нефтьюганский район готовится стать одним из туристических центров Югры. Муниципалитет располагает большим потенциалом. В Салыме откроется музей-заповедник «Священная кедровая роща». Объект станет результатом десятилетий археологической деятельности. Подробнее корреспондент телекомпании «Седьмой канал» Фаиль Валеев. Центр интеллектуального туризма и отдыха готов им стать уже в ближайшие годы Салым. Потенциал территории возле озера Сырковый Сор огромен. На протяжении десятилетий здесь велись археологические раскопки. К работам приступили в далеком 1978 году, а в 1993 и был выделен объект исторического наследия – «Священная кедровая роща». Были найдены уникальные артефакты. Новые находки связали со святилищем Стотэм Тиики – легендарного богатыря Ханты. С целью сохранить культурное достояние и было принято решение открыть музей-заповедник. Проект масштабный. С учетом значимости его внесли в карту развития Югры. Волонтеров привлекут в рамках грантового проекта «Регион добрых дел». За дело возьмутся добровольцы старше 18 лет, потому что требуется определенная подготовка. Но и школьники Солыма примут посильное участие в создании музея. Будет работать детский трудовой археологический лагерь. Причем некоторый опыт подобной деятельности у ребят уже есть. У нас первую половину дня дети занимаются трудовой деятельностью. Они облагораживают территорию школы, поселка. А многие ребята как раз в этот момент работали именно с археологами. То есть на берегу озера 40-40, где велись раскопки. Если в предыдущие годы у нас участвовало в этом только 3-4 человека, то в этом году планируется большее количество. Дети в любом случае не останутся без поддержки. На подмогу приедут студенты-историки Сургутского государственного университета. Дизайн проект музея, конечно, впечатляет. Помимо самого комплекса «Священная кедровая роща» воссоздадут поселение Кинтусовское. Отмечу, что ансамбль включает в себя 3 разновременных археологических объекта. Так вот, городище относят ко второму тысячелетию до нашей эры. Также вдоль берега озера проложат экологическую тропу. А для размещения туристов предусмотрены гостевые дома. Это все в планах. А пока идет очередной этап музейного проектирования. Привязка к местности. Презентация первой экспозиции под открытым небом уже скоро. 11 июня в Салэме состоится открытие югорского полевого сезона. Любители старины глубокой затаили дыхание в предвкушении новых научных находок. Такой увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». Еще больше свежей, интересной и актуальной информации, касающейся городов и весей Югры, Ямала и Югообласти, можно увидеть в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь по QR-коду, который вы видите сейчас на экранах. В студии был Андрей Жилин. До встречи!